Влияние российских санкций сегодня обсуждалось на заседании кабинета министров. Премьер-министр признал, что такое развитие событий можно было предугадать, но масштаб влияния санкций пока не оценен с точки зрения потерь и мер поддержки сельхозпроизводителей. Однако уже сейчас ясно, что ущемленные в правах производители из разных стран ЕС начнут конкурировать между собой не только в борьбе за новые рынки, но и за возмещение ущерба со стороны ЕС. Больше всего российские санкции повлияют на самих же россиян. Уменьшится ассортимент в магазинах, на прилавках не будет продуктов, производимых в ЕС и США. К тому же это может привести к росту цен в России на фоне девальвации рубля. Россия, конечно, для нас важный партнер, но экспорт продукции сельского хозяйства в Россию составляет меньше 10%, и нет ничего невозможного в том, чтобы перенаправить его на другие рынки. А вот председатель Финского Центрального Союза производителей сельхозпродукции Юха Мартила считает, что больше всего от принятого России запрета на ввоз сельхозпродукции стран ЕС пострадают Эстония, Финляндия, Латвия и Литва. Переизбыт их продукции приведет к падению цен на сельхозпродукцию, и это станет проблемой для фермеров и предпринимателей. Его опасения разделяет и министр сельского хозяйства Эстонии Ива Рипадер. По его мнению, санкции главным образом повлияют на молочную и рыбоперерабатывающую промышленность Эстонии. В целом Россия сейчас находится для Эстонии на третьем месте по объему экспорта после Швеции и Финляндии. И в абсолютном выражении для нашей казны это составляет полтора миллиарда евро. Сельхозпродукция в общем нашем экспорте занимает почти 20% в России. Это очень серьезная величина, это почти 300 миллионов евро. Но я хотел бы обратить внимание не только на вот эту цифровую составляющую. Дело в том, что сельскохозяйственная продукция это продукция с высокой трудоемкостью. То есть для нас, для нашей страны, каждая евро в экспорте сельхозпродукции значительно важнее, чем в каких-то иных отраслях, поскольку это рабочие места, рабочие места в деревне. Там, где сегодня происходит самая существенная линия нищеты, очень высокая линия нищеты. Потеря рабочих мест может коснуться и сельхозпереработчиков. В правительстве пока не дают никаких обещаний по поводу государственной поддержки в поисках новых рынков, считая, что сотрудничество с Россией и прежде несло в себе потенциальные риски, что и должны были учитывать предприниматели. С учетом запрета на ввоз мяса, мясной, молочной продукции и рыбы, в долгосрочной перспективе эстонские производители могут вообще лишиться российского рынка. При условии, конечно, если на него выйдут местные российские производители и заполнят ниши, прежде занятые продуктами стран ЕС. Причем по приемлемым для потребителей ценам. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.